3 июля 1936 года была образована Государственная автомобильная инспекция МВД СССР и утверждено положение ГАИ. А с июня 1998 года ведомство было переименовано в ГИБДД. Через 4 года вновь вернулись к прежней аббревиатуре и ГАИ стало вторым официальным историческим названием. За это время много чего поменялось, но меняется личный состав, меняются требования. Все остается самое главное, это отношение к участникам дорожного движения. И то, что вы делаете, это очень большой вклад в укрепление правопорядка, законность, тишина на дорогах, спокойствие. Лучших из лучших сегодня награждали грамотами и благодарностями, знаками почеты, признания сочинцев. Главная задача сотрудников ГАИ не допустить аварий на дорогах, а значит быть более требовательной к участникам дорожного движения, чтобы избежать жертв. В нашем городе этой службе уже 69 лет. Начиная со времени проведения Олимпиады, сотрудники ГИБДД работают в максимально напряженном графике, оперативно реагируя на изменения дорожной обстановки. Мы взяли очень высокую планку и снижать ее просто нет никакой возможности. Любое снижение будет, в общем-то, означать, что мы стали слабее. Но сегодня идет другое немаловажное событие, а может быть по значимости, по рейтингу еще более высокого значения. Это чемпионат мира по футболу и, конечно, на ваши плечи легла особая задача. Сегодня в адрес сотрудников ГАИ звучало много благодарностей. Не забыли и ветеранов, тех, кто отдал службе десятки лет. А те сотрудники ГИБДД, кто совмещает работу и творчество, подарили сегодня участникам торжественного собрания получасовой концерт. Среди выступающих Андрей Манин, командир отдельного завода ДПС, автор и исполнитель собственных патриотических и лирических песен. Конечно. Если бы не нравилась работа, я думаю, песни бы такие не родились. Андрей Манин часто выступает на краевых конкурсах и фестивалях. В его копилке уже 25 песен, которые он начал писать 10 лет назад. Коллегам они нравятся. Несколько песен редкий сегодня перерыв на отдых у сочинских сотрудников. Город в центре международного внимания. Сразу после собрания им всем снова на пост. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. ФКТ.